Сергей Михалков. Новогодняя быль. В лесу, недалеко от дома лесничего, росла елочка. Взрослые деревья, сосны и ели издали смотрели на нее и не могли налюбоваться. Такая она была стройная и красивая. Маленькая елочка росла, как все елочки в ее возрасте. Летом ее поливали дожди, зимой засыпалась снегом. Она грелась на весеннем солнышке и дрожала во время грозы. Вокруг нее шла обычная лесная жизнь. Туда-сюда пробегали полевые мышки, копошились разные букашки и муравьи, летали птицы. За свою недолгую жизнь елочка познакомилась с настоящим зайцем, который однажды переночевал под ее ветвями. Несмотря на то, что елочка росла одна посреди полянки, она не чувствовала себя одинокой. Ну вот, как-то летом, откуда ни возьмись, прилетела незнакомая сорока. Недолго думая, села на макушку маленькой елочки и стала на ней раскачиваться. — Пожалуйста, не раскачивайся на мне, — вежливо попросила елочка. — Ты мне сломаешь макушку. — А на что тебе твоя макушка? — прострекотала сорока. — Тебя все равно срубят. — Кто меня срубит? Зачем? — тихо прошептала елочка. — А кому надо, тот и срубит, — ответила сорока. — Разве ты не знаешь, что под Новый год люди приходят в лес за такими, как ты, а ты растешь у всех на виду? — Но я на этой месте уже не первый год, и меня никто не трогал, — неуверенно возразила елочка. — Ну так тронут, — сказала сорока и улетела в лес. В страхе и беспокойстве прожила елочка лето и осень. А когда выпал снег, она совсем потеряла покой. Она ведь никуда не могла убежать, чтобы спрятаться, затеряться в лесу среди таких же елочек. В декабре выпало так много снега, что даже у взрослых деревьев под его тяжестью обламывались сучья. А маленькую елочку и вовсе засыпало по самую макушку. — Это даже хорошо, — решила елочка. — Теперь меня никто не заметит. Наступил последний день уходящего года — 31 декабря. Только бы пережить этот день, — не успела подумать елочка, как увидела приближающегося к ней человека. Он шел прямо на нее. Подойдя к ней, человек схватился за ее верхушку и встряхнул ее. Осыпались тяжелые пласты снега, нависшие на ветвях елочки, и она расправила перед человеком свои пушистые зеленые ветви. — Я правильно тебя выбрал, — сказал человек и улыбнулся. Он даже не заметил, что при этих словах елочка потеряла сознание. Когда елочка очнулась, она ничего не могла понять. Она была жива и стояла на том же месте. Только на ее ветвях висели легкие цветные стеклянные шары, и вся она была окутана тонкими серебряными нитями, а самую макушку украшала большая золотая звезда. А утром в первый день Нового года из дома лесничего вышли его дети — брат и сестра. Они встали на лыжи и направились к елочке. Из дома вышел лесник и пошел за ними следом. Когда все трое оказались рядом, мальчик сказал, «Ты хорошо придумал, папа, это будет наша новогодняя елочка, мы будем так украшать ее каждый год». Эта история случилась много-много лет тому назад. Давно уже умер старый лесничий, живут в городе его взрослые дети, а в лесу посреди полянки напротив дома нового лесничего поднимается высокая стройная ель. И под каждый Новый год она вспоминает свое детство. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok